Первый вопрос, что мы понимаем под информационной поддержкой? Потому что в IT-секторе это очень широкое понятие, куда входит и автоматизация, и сайтостроение и так далее. А вот в третьем секторе все-таки с этим термином связывают обычно продвижение в СМИ и в интернете. Я бы считал, что в конечном счете в третьем секторе будет меняться, наверное, отношение к этому понятию, и оно будет расширяться в сторону систем поддержки деятельности НКО. Та идея, что это портал-сервис для НКО, она, естественно, будет поддерживаться технологическими всякими инструментами. Пути здесь, наверное, одинаковые с тем, как это формируется, ну, например, в госсекторе. То есть надо способствовать генерации информации. Она зависит от уровня компьютерной грамотности, например, НКО, от оснащения этих НКО соответствующим инструментарием. Но, может быть, самое главное, от чего это все зависит, это понимание архитектуры этого информационного пространства и понимание того, что каждая область этого пространства требует особых подходов. Надо четко понимать, что мы никогда не сможем обучить всех той специфике терминологии, которая присуща специалистам, гражданам и благополучателям. И в каждой секции мы должны сохранять для них вот эту удобную среду, чтобы они там друг друга понимали.